всем привет сегодня делаю разбор очень интересной квартиры в жилом комплексе клевер парк квартира 90 квадратных метров для молодой пары айтишников которые любят приглашать гостей и тусоваться и так от застройщика мы имеем следующую планировку есть кухня гостиная 32 квадратных метра есть жилая комната 13 квадратных метров предположительно это кабинет рабочий и рабочее место на всю так сказать рабочую неделю и есть жилая комната она же спальня вот такой набор помещения теперь давайте друзья посмотрим как я предполагаю сделать это пространство чтобы здесь ребята не просто жили а кайфовали и получали максимум удовольствия от того пространства которые они приобретают друзья если у вас есть планировка и вы не знаете что с ней делать как расставить мебель как впихнуть не впихнули обращайтесь ко мне за консультацией и разбором планировки я сделаю вам свой эскиз планировки максимально удобный и комфортный переходите по ссылке в описании там вы можете заказать услугу перепланировки от ивана безрукова что я сделал с планировкой которая будет максимально удобно для молодой семьи айтишников которые пока еще не планируют заводить себе детей но зато планируют водить гостей и проводить с кайфом время и так я снес практически все перегородки для того чтобы сделать пространство максимально открытым и комфортным давайте посмотрим что из этого вышло но во первых я убрал стену между прихожей и кухни-гостиной во вторых я сделал движение круговым и другие перегородки тоже снес у меня остался санузел посередине ну ладно хоть он остался там есть унитаз раковина которыми могут пользоваться гости а там же спряталась стиральная машина за дверками шкафа там же сушильная машина там же уборочный инвентарь там же корзина для белья вся химия но еще много места останется для всякого прочего хранения зачем я это сделал для того что пространство при этом при таком круговом движении кажется гораздо больше чем она есть на самом деле то есть мы можем ходить вокруг этого объема внутри которого вот тот самый гостевой санузел кухня-гостиная посмотрите каким образом здесь сформирована есть кухонный гарнитур с островом максимально близко к окну и когда придут гости например то хозяйка стоя за этим островом может со всеми общаться перед ее взором все пространство квартиры она может все смотреть за всеми следить со всеми общаться как я уже сказал ранее есть диван кресло телевизор есть большой стол его можно раздвинуть и сделать еще больше и устроить застолье прямо для всего отдела айти я бы так сказал есть буфет в который можно поставить красивую бабушкину посуду но или любимые дискеты или игры сложить ну или чем там вот еще занимаются кубки например которые заработали во время соревнований по программированию в общем какое-то красивое место значимое куда вот какие-то нужные важные вещи можно составить но если таких вещей нет просто можно комод с фруктами сверху вот и все остается большое место где можно тусить а также тусить можно передвигаясь вокруг вот этого пространства где еще можно тусить да в кабинете можно потому что здесь стенку я тоже снес поэтому когда мы хотим сделать пространство максимально большим мы открываем перегородки и кабинет становится частью общего пространства но если мы этого не хотим мы закрываем перегородки и кабинет у нас становится обособленным то есть закрытой комнатой в которой есть стол с компьютером стул и есть диван кстати на этом диване можно оставить гостей но если вдруг кто-то уже перегулял и не может до дому уже просто уйти и вызвать даже такси ну а может быть это мама с папой приедут тоже можно здесь положить на диванчике закрыть перегородки останется обособленная комната очень удобно на мой взгляд но если предположить что например среди недели хозяева квартиры здесь работают мы полностью открываем перегородки и получается что мы все еще находимся в этом большом просторном пространстве мне кажется это прям даже кайфово так сидеть и вот все наблюдать и тут же работать но если вдруг важный звонок закрываем перегородки и у нас такая переговорная комната кстати говоря если оба ребят работают из дома можно поставить два рабочих места можно диван вообще убрать и сделать полностью здесь кабинет дальше я сделал большую спальню с большим шкафом вдоль всей стены и не стал делать вход в ванную комнату прямо из этой спальни ну а зачем детей дома нет кого стесняться собственно говоря можно голышом ходить по всей квартире не опасаясь что дети тебя увидят и станут переживать по этому поводу поэтому вход в ванну отдельно но зато что это дало огромное пространство теперь ванная комната вы не поверите целых 9 с небольшим квадратных метров это же целая отдельная комната это же просто подарок какой-то здесь разместилась отдельно настоящая ванна душевая унитаз биде две раковины сразу двоем можно зубки чистить и еще место под кресло осталось ну или столик ну или еще чего-нибудь пальму можно поставить короче говоря это целая комната в которой можно по-настоящему наслаждаться принимать в ванны да и вообще можно работать туда уйти потому что она очень большая вот какая квартира большая удобная просторная светлая получилось для молодой пары айтишников как я подразумеваю но не обязательно айтишников может быть это другие замечательные ребята которые любят тусовать живут вдвоем а может быть один в общем кайфовая квартира получилось что думаете по этому поводу пишите в комментариях они там внизу находятся мне очень важно знать ваше мнение может быть вы поделитесь как бы вы сделали для себя но пока ставьте лайк жмите на колокольчик подписывайтесь на канал но если квартира вам не подошла заходите на сайт in graphicon и там выбирайте подходящую себе по 20 параметрам друзья мои всем пока да прибудет с вами муза и надо так сказать радоваться жизни и какую квартиру нужно при этом так сказать в какую квартиру чё за херню мешал что такое я заговорился ты про квартиру ты снимаешь какой-то молодец оператор с ним должен снимать это его работа зачем ты это снимаешь делать с вами заходите я